Первыми на воду выпустили скифы. Был нестабильный ветер, поэтому гонку несколько раз начинали и прекращали. В итоге пришел циклон и начал отдуть с юга. В классе 49-й чемпионом России стал экипаж Яна Чеха и Ивана Зотова. Мы выполнили задачу минимум. Пришли сразу за нашими ближайшими соперниками. Проиграли всего два очка. Я считаю, отличный результат. Следом за скифами в гонку пошли винсерферы-мужчины. У женщин победу одержала бронзовый призер игр в Рио Стефания Елфутин. А вот у ребят все решала медальная гонка. Лидировал последние дни Александр Аскеров. Рядом с ним по очкам были Евгений Айвазьян и Андрей Загайнов. Желание быть первым и уверенность, что я могу быть первым, меня не покидало на самом деле с самого начала соревнований. Следующая гонка была у девушек в классе «Лазер-Одеал». Ее выиграла лидировавшая весь чемпионат Елена Воробьева. С легковесными спортсменами не так-то легко бороться, потому что просто они острее ходят по слабой погоде. Но здесь мне повезло. Не то, что повезло, я работал, я уверен в себе. В классе 470 у женщин ожидаемо победу одержали Алиса Кирилюк и Людмила Дмитриева. У мужчин Павел Сазыкин и Денис Грибанов. Дух, хороший ветер, была отличная погода. Именно в нашем классе, я думаю, победили сильнейшие. У мужчин в силовом классе «Фин» интрига сохранялась до конца. Сразу четыре спортсмена претендовали на победу. Но Аркадий Кистанов снял все вопросы, выиграв медальную гонку. Последними на старт вышли мужчины в классе «Лазер». Безоговорочную победу там одержал Сергей Комиссаров. Каждый раз, находя на гонку, волнение присутствовало. Но по ходу, после старта успокаивался и просто делал то, что мне нравится. В классе «Накро-17» победили Максим Семенов, Алина Щетинкина. У девушек в 49-м «ФХ» Анастасия Гусева и Яна Стоколесова. Сразу три юниора выиграли золото на этом чемпионате. Это Стефания Елфутина, Аркадий Кистанов и Андрей Загайнов. В тройке лучших еще восемь юниорских экипажей. А это значит, с успехом работает программа подготовки молодежной сборной. Теперь надо ждать новых побед с прицелом на Японию 2020. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.